Привет, друзья! Сниму уже завтра всё, тепло и победы начинаются, победы начинаются, наконец-то, наконец-то начинают говорить о том, о чём я твержу уже столько лет. И в нашей школе «Человек будущего» мы создаём науку человечности. Скорее бы посмотрели национальную идею «Россия – генератор будущего». Да, вот, смотрите, как интересно, посмотрите, феноменальное открытие, правда, которую не скрыть. Игорь Гундарев, да, выступает и говорит об этом, о том, что вот этим вот, ну, условно говоря, посохом, с помощью которого можно идти туда, куда нужно, чтобы быть здоровым, счастливым, чтобы рождаемость была нормальной и так далее, там как раз-таки человеческие качества. Вот это вот. Ну, и Толстой говорил в своё время, что в разнообразии жизни главный компас – это совесть. Но здесь Гундарев говорит не только об этом, он там обращает внимание на НЭП, о чём я тоже постоянно на всех роликах говорил, что там был такой момент соединения, это я уже говорю, соединения, значит, попытки синергировать в новом качестве. У Владимира Ильича была такая идея синергировать возможности капитализма и социализма в новом качестве. Ну, потом получилось так, что потом Ленин говорил о том, что люди были необразованные, и поэтому не хватило возможности сделать это правильно. Ну, потому что богатеть начали богатеть, те, которые, кучка людей богатеть, все остальные стали мешать, ну, вообще подъём был большой. Да, ну, нам бы учить позитивные моменты истории. Не только постоянно критиковать, критиковать, и все заняты вот этой критикой, вместо того, чтобы соединять позитивные качества. А так и будет, так и будет соединение, ну, синергетическое, не механическое, а на новом качественном уровне, плюсов и минусов социализма и капитализма. Так и будет, сейчас так, вот сейчас и идёт, вот сейчас перезагрузка мировая. Вот эта вся пандемия показала, что все существующие институты, социальные и прочее, они не способны, они не способны, уже наступает новый период, когда надо как бы перезагрузиться. Да, ну, вот видите, и перезагрузиться можно правильно, качественно, сохранив человечность, только через человечность и можно сохранить разум на планете. Конечно, поэтому мы и создаём науку человечества. Мы непрерывно, непрестанно заняты определением понятий, что такое любовь, что такое сопереживание, что такое совместное творчество, созидание, чувство бесценности живого. Так это же надо определить, как в науке, потому что они расплывчатые. Из-за этого постоянные вот недопонимания друг друга и так далее. Ну, короче говоря, я вас, друзья, поздравляю, да. Таким образом, завтра я надену уже лёгкую рубашечку, да. А это я болтаю про рубашки, про галстуки, чтобы вам не скучно было. А то если бы сейчас лекцию зарядил умную, да уже бы и кнопку нажали выключить. Ну, а что я могу ещё шутливого сказать? Улыбаюсь я вам, друзья. До встречи.